Спасибо большое всем, кто за меня переживал, кто меня поддерживал. Последние дни они действительно выдались очень насыщенные. 12, даже больше, я уже сказала, со счет следственных действий. У меня было 6 допросов, 4 в качестве свидетеля, 1 под камеру, 1 как подозреваемый, 1 как свидетель, очные ставки, изъятие ботинок и все такое. Меня мучили сейчас в ВВС, буквально там не давали отдохнуть, потому что проводили какие-то обыски камеры, там, не знаю, на прогулку не выпускали в субботу и прочее. Поэтому я сейчас достаточно сильно устала, я обязательно расскажу вам все подробности о своих приключениях последних трех дней. Хотела самое главное сказать большое спасибо вам всем, что это дело, конечно, политическое. Во-первых, конечно, месть Навальному как бы абсолютно не звучала за то, что он выжил, и за то, что он борется против коррупции в России, за то, что он не сдается, собирается вернуться в нашу страну. И это месть, наверное, не такая вот остраска для журналистов, потому что дождь приходила к нам из отравителей Навального, в СНН приходила, и они боятся, что к отравителям будут приходить и задавать вопросы, почему они хотели убить Навального, кто вам отдавал этот незаконный приказ и прочее. Поэтому в моем лице они хотят наказать всех здравомыслящих людей, которые хотят добиться правды, которые хотят добиться возбуждения уголовного дела по отравлению Навального. Но, видите, я не боюсь, и никакие там наручники, которые с меня буквально три минуты назад сняли, меня не пугают, не пугают никакие уголовные дела. Я дальше буду блокироваться в Государственную Думу для того, чтобы отстаивать наши с вами права. В деле сейчас, я думаю, что очень много интересного я буду рассказывать в ближайшие дни, но самое главное, там, конечно, все придумано и все в несостыковках. То у них фигурирует квартира 37, в протоколах допроса то квартира 38, осень, то субботина, там, вот эта теща Кудрявцева отравителя, говорит, что, на очной ставке, говорит, что она сидела на первом, на водительском сидении в каршере машине, я ее опознала. При том, что я сидела на заднем сидении автомобиля, и это видели все журналисты, и это видно в моих трансляциях, которые я выкладывала в Твиттер, что я сидела, да, всегда на заднем сидении, никогда не пересаживалась на кресло водителя, поэтому, то есть, кого она там опознала, мне трудно сказать, и вообще опознала ли меня, она узнает или нет. Там один из свидетелей, прям видно, показания давал под, ну, рукой следователя написано, как говорится, да, то есть там, и когда он пришел на очную ставку со мной, я ему знаю вопрос, он говорит, все другое, нежели первые показания, которые видно, что писал ему сам следователь. Ну, и такого в деле очень-очень много всего, и опять же, статья легкой тяжести, да, по ней не должны сажать ВВС, как меня сажали на двое суток, держать там максимально 48 часов. Они должны заниматься, весь следственный отдел по городу Москве, там подполковники, там юстиции, там и прочие люди, заниматься статьей легкой тяжести. Это абсурдное политическое дело, которое сделано так, чтобы меня и вас запугать, но я надеюсь, что у них ничего не получится, и мы с вами обязательно победим. Спасибо большое всем за поддержку. Спасибо. Спасибо.